Фехтование в Бресте достаточно развитый вид спорта. Новые имена, новые открытия. В призовой копилке брещан победы на соревнованиях различного статуса. И это неудивительно. Брестская школа Олимпийского резерва по фехтованию одна из самых перспективных в стране. Начало столь мощному движению положил заслуженный тренер Беларуси Михаил Маркович Неправский, ученики которого сегодня продолжают начатое им дело. Брестские шпажисты, саблисты, раперисты – основа национальной сборной по фехтованию. В память обоснователя ежегодно в областном центре проходит открытый Кубок Бреста по фехтованию. И уже не первый раз в рамках столь престижного турнира проходит соревнование Кубка клуба «Эголите», на который приезжают спортсмены всех возрастов от 17 и старше. Турнир по системе такой, очень жесткий, чтобы могли любители больше пофехтовать. Ну и заодно, как говорится, это здесь собираются люди, студенты, рабочие, которые в свое время свободные не идут в бары, а приходят в спортивный зал. И вот им просто интересно, давайте это скажем, может это немножко литературно, скрестить свои умы и шпаги с такими же, как они. Проверить в себя свое здоровье. Брест, Гродно, Минск. Три этапа. Значит, турнир уже обрел статус международного, поскольку, соответственно, стали приезжать на него ребята из Польши, Украины, Литвы. И наша задача – раскачать такой турнир на территории Беларуси, чтобы Беларусь стала площадкой для такого международного турнира, потому что мы находимся на пересечении фехтовальных держав, и очень исторически сложилось так, что у нас может получиться неплохой турнир в Беларуси. Кубок клуба «Эголите» по фехтованию на шпагах преследует много целей. Одна из них – популяризация данного вида спорта, а потому среди участников турнира как спортсмены национальной сборной, ветераны спорта, так и любители. Некоторые не оставляли этот вид спорта, постоянно совершенствуясь, другие начинают заново спортивную карьеру. Занимается отец, и два года назад он выиграл турнир в Варшавянке. И как-то это мне дало стимул, скажем так, чтобы вернуться в спорт и заняться тоже. Ну и как бы после месяца тренировок почувствовал желание жить дальше. Все выездные турниры – это в первую очередь общение. Общение с новыми людьми, новые знакомства. Можно подсмотреть и новые техники, которые представляют участники из других клубов. Поэтому это в первую очередь опыт, жизненный опыт, спортивный опыт. Мы любители, то есть мы пробуем принимать участие и в официальных соревнованиях, кубках Польши, чемпионатах Польши. Тоже пробуем найти время, чтобы пофихтовать и за рубежом. Мы это называем фихтовальный туризм. То есть нам очень интересно ездить, общаться, фихтовать. Никакая мы не сборная, мы просто любители из клуба Варшавянка. Специалисты отмечают возросший интерес к данным соревнованиям у спортсменов и тренеров. В условиях дефицита соревнований в республике, необходимых для подготовки юниорско-изрослой сборных команд, данная форма состязаний дает возможность набрать объем соревновательных боев, повысить уровень спортивного мастерства фехтовальщиков нашей страны. В поединках кубка клуба «Эгалите» сошлись разные стихии, поскольку у каждого игрока свой стиль, свой подход к ведению боя. Кто-то уравновешен и спокоен, кто-то экспрессивен. Одни как будто сошлись не в поединке, а в танце. Другие выступают шахматными фигурами на поле, обдумывающими каждый свой шаг, но решения принимаются мгновенно. Такой уже вид спорта – фехтование. Именно в нем воля дает силы и направлена с действием. Разум, непреклонность, а все вместе ведет к победе. Быть может, эти качества приведут брестских участников на третьем этапе кубка клуба «Эгалите» к вершинам. Турнир пройдет в Минске. Турнир пройдет в Минске.